Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. Сейчас я в руках держу вот такой светодиодный прожектор производства компании Justway. Данный светодиодный прожектор неисправен. И сейчас совместно с вами я познакомлюсь с конструкцией данного прожектора и отремонтирую этот светодиодный прожектор. Модель данного светодиодного прожектора Justway PFL-S2 SMD, мощный 30 ватт, световая температура 6500 кельвинов. Данный светодиодный прожектор имеет вот такую неисправность, подаю на него питание. Как видно, часть светодиодов не светится. Сейчас я разберу данный светодиодный прожектор, откручу вначале вот эту планку крепежную, 4 винта и кабельный ввод. Прожектор я разобрал, его составные части это рамка, в рамку вложено в стекло, еще рамка и внутренности прожектора. Все это герметизируется силиконовой прокладкой. Питание 220 вольт от матрицы я уже отпаял, а на матрице нашел неисправный светодиод. Кстати, кабельный ввод, когда я стал откручивать, выяснилось, что резиновый уплотнитель уже пришел в негодность. Требуется его замена. Сейчас я сниму матрицу и поменяю неисправность светодиод. Зарисовал я схемотехнику данной светодиодной матрицы. Единственное, что можно сказать, что в данной светодиодной матрице используются светодиоды типа SMD2835 на напряжение 9 вольт и мощностью 0,5 ватта. Для тех, кто интересуется вопросом, как узнать параметры светодиода, у меня на канале есть видео, которое так и называется, как узнать параметры светодиода в LED лампе. И я этим людям рекомендую данное видео к просмотру. В качестве драйвера используются здесь две микросхемы. Микросхема типа OLK3538S. Эти микросхемы запараллелены. Даташит на данную микросхему мне найти не удалось. Единственное, что можно сказать, что вот этот резистор 3А и 3Б задает ток через светодиоды в данной матрице. Увеличение сопротивления этого резистора уменьшает ток через светодиоды. Вот все, что можно сказать про схемотехнику вот этой светодиодной матрицы. Паять светодиодную матрицу я сегодня буду вот на таком термостоле. Несмотря на то, что у меня есть вот такой термостолик, специальный для пайки светодиодных матриц, который с данной задачей справится на ура. Больше в принципе и не нужно. Паять я матрицу буду на этом термостоле просто для эксперимента, чтобы посмотреть насколько удобно пользоваться данным термостолом. К пайке все готово. Включаю термостол. Температуру установлю 200 градусов. Все, стол нагрелся до температуры 200 градусов, можно менять уже светодиод. Сейчас еще поменяю резисторы, которые задают ток. Увеличиваю их номинал. Все, пайку можно заканчивать. Выключаю термостол. Матрица после пайки. Как видно, в зоне светодиодов белая краска потемнела, а по краям платы она фактически свой цвет не изменила. Здесь растекся флюс. Флюс, который остался от китайцев, это не мой флюс, они его не отмыли. Резисторы, задающие ток, я увеличил. Увеличил два раза. Поставил вместо 10 Ом 20 Ом. Конечно, прожектор будет светить более тускло, но зато он станет фактически вечным. Ну а сейчас я отмою флюс и буду собирать прожектор. Отмыл я плату от флюса, но при этом заметил вот такой вот дефект. Ножка варистера только самым кончиком касается припоя. Данный дефект возник в результате пайки на термостоле. Расплавленный припой под силой своей тяжести стек вниз, в результате чего ножка варистера обнажилась. Данный дефект я устраню с помощью обычного паяльника. Собираю я прожектор, но перед этим я взял, приложил матрицу на свои посадочные места и обвел матрицу карандашом. В результате чего на корпусе прожектора я получил контур матрицы платы. И по этому контуру видно сколько не доложено термопасты. Так что термопасту я буду сейчас докладывать. В качестве термопасты я буду использовать обычную КПТ-8. Как видно светятся все светодиоды. Ремонт светодиодного прожектора завершен. Какие выводы можно сделать по ремонту данного светодиодного прожектора? Первое. В данный светодиодный прожектор явным образом не доложена необходимая термопаста. В результате чего светодиодная матрица должным образом не охлаждается. Если доложить в данный прожектор недостающую термопасту, то можно значительно улучшить качество охлаждения светодиодной матрицы и соответственно продлить срок службы данного светодиодного прожектора. Второй момент. При пайке светодиодной матрицы на термостоле можно и даже нужно устанавливать температуру не 200 градусов, а градусов 190. 190 градусов это как раз температура плавления припоя POST-60. Более низкая температура при пайке позволит значительно уменьшить вероятность потемнения белой паяльной маски печатной платы светодиодной матрицы. Ну а сейчас я вам желаю всех благ и до новых встреч друзья! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok